Германия, Германия и Украина. Сильные команды, конечно, но российские девушки уже традиционно считаются фаворитами, мы колоссальное количество турниров выиграли, но всё равно надо быть реалистами и осторожными, держать руку на пульсе. Вот, Вдовина у нас на первом этапе. Задорина, Фирова и Литвинова. У нас, пожалуй, самая ровненькая команда вообще. Ну, в этом-то отличается, в принципе, всегда команда россиянок, что у нас есть возможность выставить оптимальный состав. Много девушек бегаешь на уровне. Хорошо, да, что у нас на 400. Большая, конечно, скамейка. Достаточно обойма большая, да. Ну, что тут они, в такой холод заставляют их тут лишнее время. Такое ощущение, что сбой вообще какой-то. Вот у них, по-моему, в электронике что-то происходит. Вот, видишь, тут не получается, ни там результат не высвечивается. Всё-таки намокло всё окончательно. Да. Ну, наконец-то, да, команда на старт. Такое впечатление, что девушка по восьмой дорожке не слышит о команде на старт. Насильно замёрзла. С Украиной, видимо, можем совместить на законопроблемы. Ну, показывают, да. Ксению Вдовину, конечно, знают. Как фаворит. Все уже знают, что российская команда, она много чего выигрывала. Ну, вот, да. Украинок поправили. Из-за этого, кстати, были проблемы со ССАПом. Надо, чтобы пятка была прижата. Надо, чтобы нога была прижата. Лучше не срабатывает электроника. Или срабатывает, как фальстарт. Ну, что? Называется, поехали. Пока всё ровненько. Здесь, в отличие от первого забега, так вот нету сразу. Таких явных. Быстрых начал. Пока все, девчонки, очень ровно. Начали. Тут, конечно, вот сейчас надо задать. Вот сейчас Ксения пошла. Две Ксении, да, побегут к Вдовиной. За ней Задорина. Задорина, к сожалению, вчера не сумела, да, показать свои там какие-то... Ну, вот надо здесь реабилитироваться. Здесь реабилитироваться. Ему задать на запас. Ну, пока что Ксения неплохо вроде бы бежит, но вот здесь подседает, подседает чуть-чуть. Очень здорово, украинки сейчас заканчивают первый этап, кстати говоря. Ну, посмотрим сейчас, когда вот сейчас выскочит, и закончится фора, которая дается на вираже. И мы видим, что украинки пока чуть-чуть впереди. Вот сейчас посмотрим, как она... Да. Будут выходить на одну дорожку. Да. Ну, фактически одновременно. Да. Ну что, да, отдала возможность она выложиться. Ну, может быть, это и правильно. Ксения и Карандюк. Так, у нас много Ксений сегодня бежит. Да, одни Ксюши прям. Одна Ксения передала, вторую Ксении, и там Ксения. Ну, вот сейчас Задориной надо пытаться выходить в Турти за французскую команду на первом этапе. Но, вечно, пока не получается у нее 400. Да. Ну, что, догонит, догнала. Ну, догоняй, еще же. Да, да, опять гребет, конечно же, не в лучшей форме физической. Да, да. Кирова пошла на втором этапе. Ну, что ж. Или на третьем. Да, это третий этап, конечно. Я как-то замедлилась. Не суждено это в волнении некоторым. Ну, я бы сказала, пока преимущество уж прям не такое, как мы. Не, ну, Татьяна сейчас, она бежит, мы знаем, что если она в форме, она сейчас набирает форму, то она бежит хорошо именно на последнюю концовку. Здесь убегает своих соперниц. Даже для Литвиновой надо создать небольшой такой задел. Тяжело. Смотри, немки, как здорово. Да, я бы сказал, что догоняет практически. Ну, нет, не догоняет. Но, во всяком случае, держится рядом, да. Бриданке это. Так прям опасно. Обычно к этому моменту у российской сборной более серьезное преимущество. Так, по крайней мере, мы привыкли уже к этому. А тут еще все, я тебе хочу сказать, очень зыбко. Ну, нет, ну, все-таки запас довольно приличный. Если, конечно, суметь потерять такой запас, сколько там, 5 метров, я скажу, что достаточно прилично. Учитывая, что все-таки Людмила, она ведь тоже не... Очень здорово, сейчас вот украинники будут финишировать тоже, но надо держаться. Да, 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 смотри-ка, перебирает как. Британка хорошо. Британка, такое ощущение, что поставился целью достать. И, кстати, будет в этой, она очень близка. Ох, как близка. Ох, еле-еле, я тебе хочу сказать, наши девочки унесли ноги. Еле-еле, первый раз.